Хочу еще к Евгению Гантмахеру обратиться. Мы эту тему совсем не обсуждали или затрагивали ее очень неярко. Комитет гражданских инициатив посчитал, что за пять лет из России уехало полмиллиона человек. Вместе с тем бюджет, который сверстан, он также не предполагает вложений в человеческий капитал. Как вы считаете, насколько эта проблема может быть тяжелой для экономики? Во-первых, мы действительно 6 октября провели презентацию доклада по истинному размеру эмиграции из России. То, что тут и коллеги говорили в своих докладах. На самом деле там не полмиллиона. Там можно посмотреть на сайте Комитета гражданских инициатив, вывешен этот доклад. Масштабы в несколько раз больше эмиграции из России, чем это показывают официальные данные, по крайней мере российские. Речь идет о сотнях тысяч человек в год. Ну и в целом вообще это уже миллионы, которые так или иначе уехали, живут здесь. И к вопросу о человеческом капитале. Ну вот мне как раз обидно, что докладчики об этом не говорили. Они говорили, ну и я тоже, кстати, в своей короткой реплике сказал про государство, которое является нашей главной проблемой. Именно тот тип государства, который создался. На самом деле, если сейчас предположить какую-то гипотетическую ситуацию, вот Дмитрий говорил, что рано или поздно откроется еще одно окно возможностей, или вдруг действительно у нас будет испанский вариант, там Адольфо Суарес был такой премьер-министр, последний при Франко, который потом инициировал пакт Монклоа. А ведь для реформ у нас на самом деле каждый день исчезает главная базис. Даже слово человеческий капитал, оно мне кажется такое очень общее, им как-то очень любят оперировать. На самом деле ситуация здесь просто трагическая. Она заключается в том, что вот мы говорим про то, что нужны институты новые, очевидно, да, потому что новая Россия – это новые институты, европейские, безусловно. А эти институты же работают не в безвоздушном пространстве. У нас падают расходы и так недостаточные на здравоохранение, на образование. Наш российский человек, к сожалению, он как бы не готов к новой реальности. Вы понимаете, апофеоз ведь путинской системы был в 2000-е годы, и он в чем заключался. Люди в 90-е годы, когда начались реформы, ну, массовый российский человек, он, конечно, хотел жить как в Европе. Ну, вдруг открылись возможности увидеть по телевизору, кто-то даже, может быть, поехал. Но вести себя как в Европе, люди не понимали, что это такое. Вот что это такое? Верховенство права, конкуренция. А в 2000-е это уже было не нужно, потому что пошли эти нефтяные деньги, и люди вдруг поняли, большая часть, вот эти знаменитые 85-86%, они в 2000-е годы вдруг поняли, что не надо жить как в Европе по правилам, по каким-то достаточно жестким критериям, с высокой долей ответственности за себя. А можно спокойно получать высокие пенсии, ну, относительно того, что когда-то были высокие зарплаты, а жить, в общем, как в Советском Союзе, когда ты себя отдаёшь государству. Вот государство как что-то такое сакральное. И вот сейчас, конечно, такое вот время, время Че наступило, потому что вот эти возможности содержать, вот это очень хорошее слово, содержать российское население за счёт государства, они становятся меньше объективно, ну, и из-за кризиса, цен на нефть и прочее. А ведь я же недаром сказал, что 70% контролируется государством. Ну, и Михаил Борисович сказал в своём выступлении, потому что действительно у нас же бюджетников где-то там 11-12 миллионов, чиновники, военнослужащие, полицейские, люди, которые работают в военно-промышленном комплексе, даже люди, которые работают в госкорпорациях. Это всё люди, которые напрямую зависят, в буквальном смысле, каждодневно от государства, которым даёт деньги на жизнь. И вот время Че заключается как раз в том, что вот эти деньги постепенно уменьшаются. Мы видели данные, вот коллеги не приводили по августу, как у нас упали реальные доходы населения, и будут падать, и пенсии будут падать, это сейчас вот уже выясняется по всем проектировкам. А при этом поймут ли люди, что из этой ситуации выход в том, что надо переходить на новые правила жизни? Или наоборот, вот то, что сейчас произошло с выборами, наши люди пока думают, что государство всё равно найдёт выход без них, из этой ситуации, что Путин каким-то чудесным путём выкрутится, и появятся деньги, и мы снова будем жить как вот в эти 2000-е годы. И вот это настроение большинства наших людей, оно, к сожалению, трансформируется, вот на фоне низкого качества образования особенно, оно трансформируется в очень длинные установки. Понимаете? Вот тут Лев Дмитриевич Гудков присутствует, он будет рассказывать, наверное, о сознании, общественном, которое в России, о знаменитом этом феномене хомо советикус. Вот хомо советикус жив. Мы получили в наследство от советской эпохи не только материально-технические, вот эти вот базисы, о которых коллеги говорили, устаревшие производства, мы получили вполне определённого типа человека, который не поменялся. Более того, вся последняя политика, вот эта экономическая, вот эта монополизация, контроль государства, она приводит, и плюс пропаганда, она приводит к тому, что вот этот феномен хомо советикус, он ещё более усиливается. Это к вопросу модернизации. Завтра вдруг придёт какой-то авторитарный правитель, который захочет с этим населением, с этим обществом проводить реформы. Это заведомо невозможно. Вот это заведомо невозможно. Эти люди не захотят эти реформы. Они им не нужны. Они их не ждут. Они ждут просто очередных каких-то подачек фактически. И посмотрим, вот как наше население, оно сейчас, видимо, начало приспосабливаться к тому, что так можно жить, постепенно ухудшая свои жизненные стандарты, но надеясь на какое-то чудо, которое на него свалится. Вот это, я считаю, конец для всех возможностей модернизации в России на очень-очень длинный период. И здесь речь может идти даже о смене поколений, о знаменитых 40-ка годах, которые там Моисей водил свой народ по пустыне. К сожалению, это актуально. Мы, между прочим, 25 лет водили людей по пустыне, и оказалось, что без толку, потому что даже многие молодые поколения, часть молодых поколений все равно живут вот в этой парадигме хомо советикус, не жив в Советском Союзе. Поэтому, когда мы говорим, я повторяю, о перспективах России, я вот смотрю с этой позиции. Я социальный пессимист, я исторический оптимист, так же, как Дмитрий считает, что, возможно, наши внуки когда-нибудь приведут Россию в Европу, в ту, которая обновится, конечно, Европа. Правильно, я согласен, потому что Европа должна большую провести работу над собой. Но в ближайшей перспективе, кроме каких-то внутриэлитных конфликтов и, конечно, нестабильности, которые там провоцируются, я думаю, вряд ли мы что-нибудь подобное увидим. Спасибо.